друзья привет привет это ирина грачева и сегодня я в замечательном настроении мы находимся в порте тринитэ сюрмер и находимся здесь неспроста я очень рада наконец-то анонсировать свой новый проект мини-трансад 2021 для своего проекта мини-трансад 2021 я выбрала совсем другую лодку по сравнению с прошлым разом теперь я буду выступать на прото ура моя лодка одна из самых легких лодок флота но при этом достаточно прочная и прошла уже пять мини-трансад of и я готова познакомить вас с ней пошли тринитэ сюрмер станет моей базой на ближайшие два года здесь сформирована тренировочная группа пол мини тринитэ и мы будем все вместе набираться новых знаний получать новый опыт делиться им друг с другом и готовиться 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 к гонкам и к самой главной гонки для каждого из нас мини-трансад который состоится уже не много не мало через чуть меньше чем через полтора года ну предвкушение и вот она вот она наша красавица а точнее сказать красавец потому что во франции во французском языке лодка это он бата и собственно эта лодка это конечно же мальчик зовут его конопус номер 800 а и 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 мини-трансад это одиночная гонка через атлантический океан на очень маленьких он трах длиной всего шесть с половиной метров поток проходят раз два года вот уже больше сорока лет и все больше и больше количество участников выходит на старт. Участники из самых разных стран. Из России было всего три участника. Юра Фирсов в 2015 году, Федор Дружинин в 2019 году. Я участвовала в 2019 году, но сломала мачту. И проектом Мини Трансад 2021 я хочу взять своеобразный реванш и пройти эту гонку до самого финиша. Мини Трансад проходит два этапа. Стартует во Франции в 2021 году. Это будет город Сабль-Долонь. Имеет промежуточный финиш на Канарских островах Тенерифе и пересекает Атлантику уже без остановки на Карибы. В этот раз будет Гвадалупа. Традиционно старт дается осенью в конце сентября-начале октября. Финиш планируется примерно в конце ноября. В течение всей гонки каждый шкипер находится на своей яхте совершенно один. Нам запрещена любая связь с землей, запрещена любая помощь со стороны, запрещены любые карт-плоттеры. То есть на борт яхты мы берем с собой все необходимое спасательное оборудование, минимум электроники, которая позволяет нам определить свое место, очень хороший автопилот и те знания и навыки, которые мы успели получить в своей жизни и которые мы успели получить за полтора-два года подготовки проекта. В классе Мини есть официальный календарь на каждый год, который включает в себя несколько квалификационных гонок. В итоге каждый шкипер должен набрать определенное количество квалификационных миль, чтобы быть допущенным к главному старту, старту Мини Трансад. Официальный календарь класса Мини на 2020 год наконец-то утвержден и мы готовимся выйти на старт уже 4 августа и провести зрелищный зажигательный сезон. Все в предвкушении. Кроме того, что Мини Трансад и вся подготовка к нему это замечательная школа океанских гонок для нас, для гонщиков, это еще и настоящая спортивная арена для вас, зрителей. Во время каждой гонки класса вы сможете наблюдать за нами с помощью специального спутникового трекера Yellow Brick. Лодка сделана полностью из карбона. Она одна из самых легких лодок в классе, но при этом очень-очень прочная. Предыдущий владелец Рван говорил мне, что у лодки есть еще большой-большой-большой потенциал, который он не смог реализовать, потому что просто в какой-то момент ему было страшно форсировать еще. Длина лодки, как и каждая лодка в классе Мини 6,5 метров, ширина максимальная 3 метра. И что же есть у нас из прототиповских прибамбасов? Ну, соответственно, киль с достаточно большой бульбой, киль качающийся. Осадка у лодки 2 метра с таким килем. У нас есть шверты. Вот здесь вот шверт выходит из днища. У нас есть карбоновая мачта. Эта мачта не поворотная, но с настраиваемым штагом. То есть можно менять угол завала мачты в зависимости от погодных условий и от того эффекта, который мы хотим добиться. Такилаж мачты сделан из ПБО. Все сделано таким образом, чтобы лодка была как можно легче, при этом достаточно надежной. И очень длинный бушприт. Это самый длинный бушприт во всем флоте, длиннее, чем у новых скоу. Тоже карбоновый. И, конечно же, поворотный. На лодке нет перемещаемого водяного балласта. Это достаточно простой, но очень надежный прототип. И один из самых быстрых. За всю свою историю с 2011 года, года постройки, лодка участвовала во всех мини-трансатах и во всех гонках класса мини показывала отличные результаты, все время входя в топ. У Конопоса очень хороший послужной список. Вся история гонок записана на сайте класс мини, где вы можете найти лодку по номеру 800. Во время своего первого трансата в 2011 году лодка вместе с Антуаном заняла третье место. В 2013 году новый владелец лодки Гвиниоль не смог финишировать в мини-трансате. Но в течение всего сезона он показывал лидирующую позицию, занимал в основном первые места. В 2015 году вместе с новым владельцем Фредериком Дени лодка победила в мини-трансате. Кстати, 2015 это был как раз тот год, когда в мини-трансат участвовал наш россиянин Юрий Фирсов. Трансат 2017 года также не стал для лодки удачным. Вместе с новым владельцем Ирваном Лемине, который сейчас передает мне лодку, она налетела на плавающий объект рулем и вырвала руль вместе с куском транса. Ирван был вынужден сойти и четверо суток идти в сторону Африки, где в итоге он зашел в порт Дакара. И конечно же Ирван не мог на этом успокоиться и взял для себя еще два года участия, участие в официальном календаре и новый трансат. Его результаты за два года были впечатляющими. Несмотря на то, что появилось достаточно много новых протиков, он по-прежнему занимал места на подиуме и финишировал в мини-трансат в 2019 году на пятом месте. Создание нового проекта мини-трансат 2021 стало возможным благодаря моим спонсорам и благодаря всем тем людям, которые поддерживали меня на протяжении предыдущих двух лет, которые поддерживали меня в самые трудные моменты, и которые будут внимательно следить, я надеюсь, за моим новым проектом, за моими новыми успехами, поражениями, падениями и взлетами. В общем, всем тем, что будет происходить здесь, во Франции, во время подготовки. На данный момент нас уже поддерживают компания ПАВ Яхтинг Фондейшн, компания Норд Консалтинг, где я работаю, компания Альфа Страхование, компания Форд Вентригата, компания Мастер Вольт и компания Трухидинг. Планы на ближайшие полтора года у нас амбициозные, и нам реально будет нужна ваша поддержка. В этот раз проект будет еще более спортивным, еще более сильным и нацеленным на результат. И, конечно же, мы приглашаем спонсоров, финансовых спонсоров. Welcome в наш проект Mini Transat 2021, Ирина Грачева Рейсинг, Canopus 800. Мы вас ждем. С вашими предложениями и пожеланиями обращайтесь, пожалуйста, напрямую ко мне по электронной почте irinagрачева-racing, собака.gmail.com Совсем скоро я расскажу вам еще больше о своей лодке, покажу ее внутри, покажу ее под парусами. Мы выйдем на первые тренировки, выйдем на первые гонки. В общем, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши каналы, Facebook, Instagram, потому что там бывает информация, которую просто невозможно разместить в YouTube. И, конечно же, ждите от нас новых яхтенных видео и рассказы о том, как же здесь все происходит и как здесь здорово. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!